Беларусь, моя Белая Русь. Хочу предложить вашему вниманию информацию. Я думаю, что она вам будет интересно. Появилась информация о том, что посол Беларуси в России находится на медобследовании и, как сообщает Белта, состояние его удовлетворительное. В частности, Белта сообщает, что 18 января посол Беларуси в России Владимир Семашко находится на медобследовании, то есть его состояние удовлетворительное, то есть он находится на обследовании, я бы сказала, плановом. Почему? Потому что я всегда, когда читаю или же смотрю информацию, если она мне интересна, то я всегда ещё смотрю, например, астрологические какие-то данные, смотрю его энергетику. Могу сказать только одно или же много ещё скажу, что, конечно же, энергетически ему было сложно. Он уже не один год, я знаю, находится в России, в Москве. Он является послом Беларуси. Достаточно интеллигентный, я бы сказала, товарищ. Что касается в целом здоровья, то прошлый год, 21 год, конечно же, дался ему нелегко. Были проблемы по здоровью, и здесь больше проблемы, когда страдает нервная система. То есть вот эта вся ситуация, которая происходит в мире, конечно же, мимо его тоже не прошла. Ну, во-вторых, он уже мужчина в возрасте, достаточно известный в Беларуси, но в России, я думаю, тоже. И те ситуации, которые происходили в прошлом году, ну, этот год пока я немножко позже, конечно же, они давались ему тяжело. Объясню, почему. Я посмотрела кармические узлы. 2021 год, и эти кармические узлы закончат свою проработку в 22-м, где-то в августе 22-го года, они задействованы в секторе корни-дом-семья, то есть там, где его жена, где его дети, и они связаны с работой, карьера, служение. И здесь они... Я не знаю, как он вообще наладил свою жизнь, но я думаю, что семья, я надеюсь, что семья с ним. Почему? Потому что кармический узел, находящийся в секторе корни-дом-семья, он прямо кричит, что просто необходимо уделять время и причём пристальное внимание семье, домашнему очагу. То есть, если есть родители, то есть старшие, то о них надо не просто заботиться, а уделять внимание. Ну, что такое заботиться? Это значит деньги, продукты. Ну, вы понимаете, вот такая вот забота чисто финансовая. А здесь ещё именно личное надо внимание. Это достаточно сложный транзит, который... Он уйдёт в августе месяце, но я должна сказать, что в августе сложная ситуация там будет и в Белоруссии, и в России, и в Казахстане. Вообще по всему миру это будет проигрываться. И я думаю, что, может быть, поменяются... Могут быть какие-то изменения по работе. И эти изменения мы услышим с вами или же в конце января 2022 года, или же в феврале месяце. Потому что именно кармический узел, когда приходит... Кармический узел – это действие. И карма – это действие. Это наши действия и действия кармы. Он год 20... Ну, он долго. Я уже говорила, что он достаточно долго является послом. Но здесь уже хочешь, не хочешь, а закрываются границы. То есть идёт блокировка на выезд из дома, если хотите. А я смотрю именно по отношению его к стране. Всё-таки корни дом, семья у него находятся в Белоруссии. И мне почему-то кажется, что будет новый посол назначен в Россию, а Семашка вернётся на родину. Скорее всего, что, возможно, он... Я предполагаю, да, мягко. Почему? Потому что, в принципе, жизнь складывается неплохо. Жизнь складывается неплохо, и можно было бы поработать. Но здесь немножко меняется проработка кармических узлов. То есть каждый год. А иногда бывает за год и два, и три раза. То есть всё зависит от кармической ситуации конкретного или каждого человека. Скорее всего, что конкретного человека. И эти кармические узлы, они проходят через все сферы деятельности нашей жизни. Это работа, это здоровье, это личность, это социум. Личность и социум, например, как мы себя ведём. Это наш разум, это наше понимание. Это то, как мы перерабатываем информацию. А этот узел, он находится, как я говорю, в секторе нашего разума. То есть как мы учимся, что мы говорим очень часто. И он затрагивает вопросы подсознательного процесса, подсознания. То есть то, что нам несёт наше подсознание. А здесь у нас очень много нагружено. Это и философия, и религия, и образование, и поездки, и иностранцы. Очень много. Это всё то, что мы наработали. Может быть, кто-то не поверит, но раз вы находитесь у меня на канале, я думаю, вы в это верите. Это какие-то наработки из прошлой жизни. Это опыт. И это опыт не только из прошлой жизни, а опыт уже этой жизни. С февраля месяца немножко ему будет, конечно, сложновато, потому что здесь включатся вопросы некого такого, может быть, переживания. Может быть, это будут некие бумаги. Может быть, это, скорее всего, что здесь может быть отставка. Я так предполагаю в феврале месяце, потому что именно с... Так, февраль месяц, я сказала, да? Февраль месяц. Да, вполне возможно, потому что здесь идёт как бы сужение уже деятельности. 49-й год, я думаю, он действительно уже приустал, и ему бы, конечно же, отдохнуть, потому что здесь уже даже идёт некая такая попытка как бы самоизоляции. Я думаю, что взрослые люди, которые у меня на канале, которые смотрят мои материалы, такое бывает иногда, что уже не хочется никуда ни идти, ни ехать. То есть, понимаете, да? И здесь, конечно же, сложно с этим как бы разбираться. Но очень интересно. До августа месяца, до августа месяца 22-го, я уже говорила, из 21-го года, то есть вот там долго у него корни, дом, семья и карьера. Почему? Потому что он в Москве. Всё-таки, по-видимому, близкие люди где-то в Беларуси живут. Так вот, кармический узел по корни, дом, семья, он так или иначе всё равно будет цеплять ещё и после августа. Но здесь он больше будет, конечно же, проигрываться в секторе мышления, общения, переработки, передачи информации, ближние, дальние поездки. Ну, поездки здесь будут... Ну, с августа там будут открываться границы. Проблема у него с закрытостью будет где-то со второй половины февраля и по август месяц. Дальше там то можно ехать, то нельзя как бы. А вот с профессией я боюсь, что... Ну, там сложности будут. И если говорить в целом, то вряд ли он... Может быть, его ещё куда-то могут и назначить, где-то какой-то портфель дать. Может быть, он будет где-то консультантом, каким-то советником. Но, скорее всего, что с сентября месяца он полностью уйдёт. В целом, по здоровью, если взять его, как говорится, как он себя чувствует, я бы не сказала, что там есть слишком большие проблемы. Да, происходит некая переоценка ценностей. И здесь больше происходит брожение чувств, мышления. Вот всё то, что и у нас бывает. А именно, как бы вам сказать правильно, ну, например, мы переживаем, мы боимся. Вот эти все ситуации, которые длятся несколько уже лет, мы же так или иначе психологически всё-таки не совсем себя чувствуем здоровыми. Может быть, мы и чувствуем себя здоровыми, но это, к сожалению, не так. А вот уже, во-вторых, здесь ещё присутствует по здоровью, если брать здоровье, то здесь может быть и, знаете как, это та же ситуация, но это всё наносное. Наносное. Это больше несёт подсознание и вся та, созданная в мире, особенно ещё в России, психологическая ситуация. Там это, там это, там это, там это. Куда не ступишь, везде, как говорится, болезнь. И здесь тоже происходит, особенно вот с февраля месяца 22-го года, ну, во-первых, он уже взрослый мужчина, как говорится, в расцвете сил, и сейчас молодые все больные. Ну, в таком возрасте, конечно же, у него есть некие диагнозы, там, костно-мышечная система, может, пятки у него болят, голова болит за всё то, что делается в мире. И здесь происходит такой непроизвольный страх за здоровье. И человек психологически, психологически может переболеть всеми существующими и несуществующими болезнями. То есть всё то, что происходит у нас с вами. Ага, всё, там это, там это болеют, ага, а ещё есть бессимптомно, значит, точно, я тоже больной, у меня это бессимптомно. Ну, я уже как бы немножечко стараюсь вам объяснить, чтобы вы поняли. И здесь хочешь-не хочешь, здесь будет, конечно же, два варианта. Или же просто самоизоляция, скорее, может быть, он попросится в отставку, может быть, ещё что-то. Но здесь велика вероятность, что человеку надо отдохнуть. Ему просто необходимо... Ну, я иногда смотрю, когда вот, особенно, когда чиновники где-то находятся вместе с президентом, и вот такая ситуация, когда президент, он у нас такой жёсткий мужчина, то у Семашко всё написано на лице. А знаете, почему у него всё написано на лице? Он по знаку зодиака «Скорпион». А скорпионы, они очень впечатлительные. Они чаще себя наказывают. То есть они внутренне себя начинают грызть. Они могут быть где-то и нетерпеливы. Но вот всё, что происходит, не надо даже у них спрашивать. Посмотри на их внешний вид, и ты сразу увидишь, что человек всё переживает, человеку это не нравится. Ну, вот как-то так. Дорогие мои, беспокоиться за состояние здоровья, я думаю, не стоит. Хотя, как некоторые говорят, планета счастья, если брать астрологию чисто, то да, есть уже немножко, ну, и печени уже, и сердечная деятельность, и кровообращение, и очень много таких каких-то уже, я бы не хотела говорить, мелких заболеваний, да, но это все те заболевания, которые у нас у всех присутствуют. Вот я уже тоже взрослая девочка, если я начну перечислять все заболевания, которые могут быть хроническими у того же Симашка, поверьте, они есть у меня и могут быть у вас. Но есть проблема другая, что он очень сильно копается во всём. И вот это вот копание в себе, переоценка, переосмысливание, есть люди, которые, как вам сказать, вот он сделал, плюнул и дальше пошёл. Нет, у этого работает подсознание, он в этом копается, он что-то там выстраивает, что-то он думает и так далее. В целом по здоровью я должна сказать, что ему беспокоиться не надо. Будет немножко вот ситуация, может, 20-й, может, он сейчас вот как раз на каких-то капельницах, ещё где-то, поэтому это прослеживается. Ну, будут такие вот какие-то не совсем хорошие ситуации по здоровью, но здесь больше он переживает за всё то, что происходит и в семье у него дома. А вы знаете, что если в семье, не дай бог, что-то случается за кого-то, он переживает, то если мы за кого-то в семье переживаем, это тут же отражается на нашем здоровье. Но в крайнем случае по прогнозу я вижу, что отражение такое есть. Но должна сказать, что к октябрю месяцу он будет здоров как лошадь. Так что, Александр Григорьевич, давайте можно телегу такую потяжелее и куда-нибудь на... Не знаю, куда там его послом, можно обратно в Россию. Там и границы опять будут открываться и так далее. Но если он и вернётся в Беларусь, то я думаю, или же к концу января, или же до середины февраля он может вернуться обратно. Насколько и как это повлияет на карьеру, я думаю, что должно повлиять. Дорогие мои, это была Беларусь, это был посол Беларуси в России Владимир Ильич Семашко. Дорогие друзья, пишите, пожалуйста, ваши комментарии, ваше мнение. И обязательно не забудьте поставить лайк и подписаться. На этом всё. Всем удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!